МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С людьми нужно встречаться, их вопросы необходимо решать. Они лакмусовая бумажка работы чиновников на местах. Глава региона Анатолий Лис провел в городе Малорита прием граждан по личным вопросам. Мы будем жить теперь по-новому. В городе Каменец Брестской области завершено строительство первой очереди очистных сооружений полной биологической очистки. Качество со знаком Нордж. Компания Санта-Брэмор подписала соглашение о сотрудничестве с Норвежским комитетом по рыбе, что дает право выпускать и реализовывать продукты под норвежским логотипом. Методика Монте-Сори в разработке у педагогов частных детских садов. На Брещене не государственное учреждение образования, не замена государственным, а мера, определенная современными реалиями. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Прием граждан по личным вопросам провел на этой неделе председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. Встреча жителей Малориты с губернатором проходила в местном райисполкоме. На повестке дня оказались вопросы, касающиеся улучшений жилищных условий, арендного жилья, выделения земельных участков под пастбище. Анастасия Ноздвин-Плотницкая расскажет подробнее. С людьми надо встречаться. Именно эта фраза стала лейтмотивом открытого диалога губернатора региона с жителями Малоритского района. По мнению Анатолия Лиса, именно так можно сделать работу государственных структур более прозрачной и открытой, что, в свою очередь, не только повысит уровень доверия к власти, но и создает все условия для активного взаимодействия во имя общего блага. Вопросы, с которыми обращались граждане к председателю Брестского облсполкома, в своем большинстве носили частный характер и чаще всего имели основания быть решенными еще на местах. Однако тот факт, что количество обращающихся напрямую к первому лицу области сокращается, а в этот раз на открытый диалог главе региона записалось всего три человека, явное подтверждение тому, что работа по более тесному взаимодействию структур на местах ведется. Можно делать вывод о том, что и местные органы власти, наверное, работают неплохо, если население меньше обращается, вышестоящие органы. Это тоже, наверное, я считаю, один из факторов. Органы исполнительные, местные власти, они для этого и предназначены, чтобы больше разговаривать, встречаться с людьми, знать их интересы, вопросы, объяснять, разъяснять. Поэтому это правильно, и на это я обратил внимание. Председателя Сельского совета, председателя райисполкома. Нам надо чаще больше встречаться с людьми, не только тогда, когда мы выборы проводим, а и по повседневной жизни больше знать их нужды, запросы, вопросы. На повестке открытого диалога губернатора с гражданами были вопросы, актуальные в своем большинстве для жителей сельской местности. Это и выделение пастбищ для выпаса крупного рогатого скота, и подключение домов к проложенному газопроводу, и приватизация жилья. В целом, и это Анатолий Лис подчеркивал неоднократно, подобные проблемы есть не только в Малорицком районе. В сельских районах, естественно, конечно, эти вопросы, жилищные вопросы, они везде приоритетные, особенно приватизация жилья, они такие не очень простые вопросы. Не всегда они удовлетворяют население, но, к сожалению, есть нормативная база, которую нарушить нельзя. Но людям, конечно, хочется таким образом решить свой вопрос, но это не всегда возможно. Не все даже наши граждане, надо сказать, что понимают те проблемы, вопросы, которые сегодня возникают у предприятий, в организации, в бюджете. Ну, вот им хочется, так они привыкли. Поэтому здесь тоже надо интересы учитывать и других, не только своих. Конечно, бывают вопросы, когда даже представители областной вертикали власти не могут предложить помощь, так как не все находится в их компетенции. Однако, и об этом Анатолий Лис говорил неоднократно, несправедливо людей обижать не нужно. К каждому обратившемуся важно подходить внимательно и с уважением, а вопрос решать всеми возможными силами. В этом и заключается особый смысл личных встреч с гражданами. Мы имеем возможность почувствовать именно то, что волнует все население, дать оценку работы местных органов, власти, это тоже важно. Ну, а население непосредственно встретиться и с первых уст, тоже услышать от руководителей более высокого ранга ответы на те вопросы, которые их интересуют. Поэтому я считаю, что это нормальная форма, мы ее будем продолжать активно развивать. Ежегодно в Беларуси 7 ноября отмечается День Октябрьской революции. Торжественные мероприятия в этот день проходят во всех городах и районных центрах страны. В 98-ю годовщину революции в городе над Богом в торжественной церемонии приняли участие члены Коммунистической партии Беларуси и Общественного объединения Беларусь, ветераны Великой Отечественной войны и представители районной вертикали. В истории каждого народа есть события, которые не подлежат забвению. Одно из таковых у беларусов – День Октябрьской революции. Наверное, поэтому в Синеокой этот никогда всенародно любимый праздник не вычеркнут из списка дней, обозначенных как Красный День Календаря. Он остался государственным. Для каждого человека, кто в День Октябрьской революции приходит на площадь Ленина – это не просто традиция, это воспоминания молодости, пройденного славного трудового пути. Для них это история, их жизни, а жизнь ни в коем случае не может быть прошлым. 98 лет прошло с момента свершения Октябрьской революции. Многое изменилось, многое претерпевает перемены сегодня. Но те принципы, которые были положены в основу лозунгов 1917 года, остались – мир, равенство, свобода и независимость. Сегодняшние партийцы не следуют слепомарксистским принципам. Они выстраивают новую тактику и стратегию работы, которая максимально приближена к реалиям времени нынешнего. Очередную годовщину октября 1917-го сейчас отмечают спокойно и без пафоса. Времена другие и люди уже не те, но помнят, как и положено знать и помнить историю собственной страны. Ведь подобные праздники – это такие же символы государства, как флаг, герб и гимн. Патриотизм невозможен без уважения к этим символам, которые подчеркивают единство народа. Сейчас о других событиях. Путь к успеху состоит из правильных систематических действий, считают герои нашего следующего материала. А слагаемые успеха, будь то большой бизнес или личностный рост – это три кита – самодисциплина, целеустремленность и саморазвитие. Эти три слова являются своеобразным слоганом большой компании. Не ошибусь, если скажу известной во всем мире – компания «Санта Бремор», которая уже в далеком 1997-м, первой на постсоветском пространстве, начала выпускать разделанное филесельди в вакуумной упаковке. Этот уникальный продукт открыл Беларуси новую продуктовую категорию, а компания «Санта Бремор» – новую нишу, выбрав партнеры норвежских производителей сырья. В октябре 2015-го компания «Санта Бремор» подписала соглашение о сотрудничестве с Норвежским комитетом по рыбе. Какие права и какие обязательства подразумевает данный документ, на эти вопросы были даны конкретные ответы журналистам областных и республиканских СМИ на пресс-конференции, прошедшие в рамках пресс-тура, организованного специалистами «Санта Бремор». Смотрите специальный материал Ларисы Осмолович. Начинать с чистого листа, быть первопроходцами всегда сложно, но, перефразировав пословицу, руководители «Санта Бремор» говорят, трудности бояться в большой бизнес не ходить. С этим трудно не согласиться, но все-таки просчитывать каждый шаг начинали с первых моментов организации предприятия. 1997 год, 2015. Практически 20 лет на рынке. Небольшое производство, огромное предприятие, известное и узнаваемое как на просторах Беларуси, так и далеко за ее пределами. Предприятие, имеющее свои логистические центры в России, Казахстане, Украине, Молдове, благодаря развитой системе дистрибуции и логистики, компания представлена сегодня в 29 странах мира. Предприятие, которое отличается особыми подходами к качеству выпускаемой продукции. Около 20 лет мы в этом производстве, в этом бизнесе. За это время мы опробовали разные виды сельди, как сырье, изучили все возможности, все способности, как она ведет себя при посоле, какой она вкус во время, после производства, в процессе хранения. И пришли к тому, что самый лучший продукт, а торговая марка «Матерс», так как наша первая торговая марка и основная, которая является насущейся лидером в нашем торговом портфеле, должна производиться только из норвежской сельди. Норвежская сель в приоритете. Так было на протяжении всего времени, поскольку на опыте убедились в высоком уровне партнерства норвежских производителей сырья и высоких стандартах поставляемой продукции. Все это хорошо, но на достигнутом останавливаться не в правилах специалистов Санта-Бремор. Поэтому в ноябре 2013 года были проведены переговоры о сотрудничестве с Норвежским комитетом по рыбе. Цель переговоров – завоевание статуса продукта норвежского качества, что дает право наносить товарный знак «Нордж» на упаковку. Проведем аналогию. Многие люди в своей жизни отношения с партнерами выстраивают так, что живут какое-то время в гражданском браке. И потом наступает время, когда они официально свои отношения регистрируют в брак, ставят печать, паспорт. И вроде бы ничего не поменялось. Жили и раньше вместе, и теперь вместе. Но почему-то это очень важно для людей. Поэтому я могу сказать, что на сегодняшний день мы официально поженили торговую банку «Матерс» и знак качества «Нордж». На пресс-конференции представители норвежской стороны рассказали, что лишь после строгого аудита производственного процесса компании «Санта-Бремор» по выпуску «Филисель Дематиус» было дано разрешение на знак норвежского качества. Знак «Норвеж» в нашем понимании – это знак качества премиум-класса. Столь высокая планка в Норвегии обеспечивается целой системой в плане качества, как на государственном уровне, так и системой самоконтроля на предприятии. В основе их международные принципы и стандарты безопасности и качества продукции. И система охватывает все элементы деятельности рыбопромышленных предприятий от лова до реализации, включая переработку. И получить знак норвегия – это значит переработать норвежскую сеть сырье в условиях таких же высоких требований, с таким же подходом к качествам и произвести продукт, достойный этой марки. В компании «Санта-Бремор» внедрены сертифицированные международные системы безопасности и качества. Самое главное, что выявил аудит – наличие надежной и доступной для контроля системы отслеживания сырья норвежского происхождения при выпуске продукции, маркируемой логотипом «Норч». Мы находим партнеров и производителей, которые максимальный акцент ставят на качество. И в этой программе у нас есть три партнера. Одна из них – «Санта-Бремор» в Беларуси, где мы сейчас скандинавский производитель и немецкий производитель. Беларусь – третья в числе этих производителей. И «Санта» – это значительная компания в плане позиции на рынке по производству этого вида продукции. Для получения вот этого логотипа «Норги», для прохождения аудита, компании нужно соответствовать списку определенных требований. Потребители в Беларуси должны знать, что наилучший, один из числей из наилучших европейских производителей сельди и продуктов из сельди – это белорусская компания. Она в числе лучших производителей в Европе. Это компания, которая находится далеко от побережья, но которая обладает высокими навыками и компетенцией для обработки сырья, которое поступает из моря, рыбы. «Санта Бремор» полезно будет узнать, что наше маркетинговое исследование в Беларуси показывает, что 91% потребителей в стране воспринимают сельдь как из Норвегии, как хорошую, очень хорошую или отличную. Отличный выбор. Знак «Качество Нордж» – это еще одно подтверждение качественного продукта от компании «Санта Бремор». Качество проверено во временем нами, потребителями. Бизнес-сотрудничество с Норвежским комитетом по рыбе уже вступило в силу и осуществляется только на рынке Беларуси. А это успех. Сотрудники «Санта Бремор» делают каждый день немного больше, чем вчера. Следуют простым правилам успешного ведения бизнеса. А потому есть и результат. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антол Луговкин. Специально для итоговой программы «Букинформ». Продолжаем выпуск. Строительство первой очереди очистных сооружений полной биологической очистки в городе Каменец Брестской области завершилось. Открытие данного объекта стало возможным благодаря финансовой поддержке Евросоюза в рамках национальной программы трансграничного сотрудничества, а также проекта международной технической помощи. Лабораторный и производственный комплекс, собственная котельная, песковые и иловые площадки, а также резервуары для полной биологической очистки. Новый комплекс сооружений был спроектирован работниками предприятия «Бресткоммунпроект» и призван обеспечить качественную очистку сточных вод, поступающих со всего города, а также улучшить экологию реки Западный Бук. Когда новые очистные начнут свою работу и какой эффект от их появления ждать горожанам, выясняла Виктория Драгобецкая. Появление современных очистных сооружений в городе Каменце можно без преувеличения назвать одними из самых масштабных проектов на Брещене, а также новой векой в истории жизнедеятельности Каменца. Если раньше очистные представляли собой обычные поля фильтрации, которые, вера и правда, служили на благо города 39 лет, вместо положенных 20, то новый комплекс представляет собой хорошо продуманный, современный в плане технологии оборудования механизм. Эффект от его строительства уже совсем скоро оценят как жители города, так и поляки. Эти очистные нам дают полную биологическую очистку, есть лаборатория, которая может проводить анализы, и, соответственно, улучшается экология данной местности, выброс, сброс сточных вод идет намного чище, отсутствие запаха в городе, потому что данные очистные сооружения расположены в 5 километрах от города. В данном проекте основная цель – это трансграничное сотрудничество с польскими партнерами в целях защиты и охраны окружающей среды и предотвращения загрязнения реки Западный Бук. Именно последнее стало ключевым моментом в пользу выделения Евросоюзом финансов на строительство новых очистных сооружений. Западная грантовая поддержка составила 30,5 миллиардов рублей – это 60% всей стоимости. Остальные деньги были выделены из местного и областного бюджетов. Общая стоимость, в первую очередь, 54 миллиарда рублей. Проект не из дешевых, но его рентабельность будет доказана временем. Если сегодня говорить о мощности очистных – 2500 кубов в сутки. Сегодня мы в Каменце берем, ну будем так говорить, где-то 1500-1600 кубов воды потребляет город Каменец. Надо же откинуть частный сектор, который не канализован. Поэтому мы канализации, стоков принимает наши, согласно будем счетчика, мы стоков в сутки перекачиваем 1200-1300 кубов. Вот первая очередь рассчитана на 1800 кубов. Вторая очередь рассчитана еще на 700 кубов. Сегодня новые очистные сооружения находятся в тестовом режиме. По предварительным данным, они будут задействованы на 70%. С присоединением частного сектора города их мощность вырастет до 90%. Вопрос о запуске комплекса уже решенный. Свою работу они начнут уже совсем скоро. Очистные только сдали. На очистных идет пусконаладка. Пусконаладка в полном объеме будет сделана только в феврале месяце. Пока еще у нас работают старые очистные. Старые очистные. Мы туда ничего не качаем. Там немного закачали, может кубов 300 для наладчиков. Они все делают. Но мы думаем, как вот и в высоком, где-то в начале января, в первой половине января заработают очистные. Стоительство второй очереди очистных сегодня у каменецких коммунальщиков в перспективе. Все зависит от возможности бюджета и от грамотного подхода специалистов к важному вопросу, связанному с жизнедеятельностью приграничного региона. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, интересном и актуальном. Партнерство государства и индивидуальных предпринимателей сегодня стало одним из элементов существования современной экономики. В ее стабильном развитии заинтересованы и одна, и другая сторона диалога. Также решаются вопросы и в социальной сфере. Появление на фоне уже существующих государственных центров дополнительного образования, частных развивающих площадок и детских садов сегодня не является формой конкуренции. Это необходимость, продиктованная временем. Такой же необходимостью стало и появление детских садов на базе помещений первого этажа жилых домов. В Бресском регионе, который уже давно зарекомендовал себя как пионер во многих начинаниях, подобные проекты уже начинают набирать оборот. О тех, кто строит диалог и делает главные инвестиции в будущее в наших детей, подробнее в сюжете Анастасии Ноздвин-Плотницкой. Вопросы существования детских садов всегда были под пристальным вниманием у представителей вертикали власти. Как сделать так, чтобы ребенок, получая дошкольное образование, был не только хорошо накормлен и обеспечен необходимыми принадлежностями для развития, но и удовлетворен микроклиматом и условиями, в которых он пребывает пять рабочих дней недели. Сегодня, когда новые жилые районы растут с завидной постоянностью, городские власти не всегда успевают решить вовремя вопрос появления нового дошкольного учреждения и как быть родителем. В этом случае на помощь приходят частные учреждения. Уже практически два десятка лет в Бресте существует Монте-Сори школа-сад. Здесь сегодня вдали от городской суеты, шумных дорог и загрязненного воздуха проходит образовательно-воспитательную подготовку 17 ребят, хотя когда-то давно все начиналось с пяти малышей. Первое время было очень тяжело, наверное, года два. Вставал даже вопрос о том, чтобы все абсолютно, все оборудование, все, что мы приобрели для организации этой группы, отдать в государственный детский сад. Но почему-то не приняли, отказались, то есть увидели какую-то, не знаю, несостыковка была. От этого всего отказались, и нам ничего не оставалось, как работать дальше. Сложно даже представить, как прошли первые 10 лет существования учреждения, которое в жизни Таисии Васильевны появилось благодаря младшей дочери Диане. Медицинский работник по образованию и интересную методику обучения малышей, методику Монте-Сори, увидела в группе государственного дошкольного учреждения. Однако там она реализовывалась не в полной мере. Детей было много, для индивидуальной работы у воспитателей времени практически не было. Занялась обучением дочери по методике Монте-Сори самостоятельно. Отметив через некоторое время существенные успехи в развитии своего ребенка, Таисия Максимович решила сделать эту возможность общедоступной и убеждается в эффективности программы вот уже второй десяток лет. Я считаю, что это просто один комплекс развития ребенка. Это и азы музыки, это и изодеятельность, это театральная деятельность, это преподавание иностранного языка. Методика Монте-Сори известна миру, начиная с 20 века, благодаря выдающемуся наставнику, психологу Марии Монте-Сори. Образовательная система основана на индивидуальном подходе педагога к каждому ребенку, который сам постоянно выбирает дидактический материал и продолжительность занятий, развиваясь в собственном ритме и направлении. Главная цель – научить малышей в непринужденной форме всему тому, что понадобится в жизни, начиная с самостоятельного одевания и заканчивая счетом, чтением и письмом. К слову, обучение работе с такой программой налажено и в Брестском государственном университете имени Пушкина. Для этого здесь есть полноценно подготовленная база. Материалы Монте-Сори специально подобраны таким образом, что они обладают так называемыми автодидактическими свойствами, то есть это самообучающиеся материалы. Когда ребенок занимается этими материалами, он сам чему-то учится. У нас на социально-педагогическом факультете все студенты специальности дошкольного образования получают начальную подготовку по системе Монте-Сори. У нас на факультете создан кабинет Монте-Сори-педагогики, где имеется вот этот самый знаменитый Монте-Сори материал, распределенный по пяти разделам. Сегодня частное начальное Монте-Сори школа-сад активно существует и развивается. К слову, благодаря некоторым нововведениям в законодательстве, подобные группы, группы Монте-Сори, в ближайшее время появятся в нескольких точках города и разместятся в самых густонаселенных районах. Конечно, методика преподавания в них будет немного отличаться от существующих в основном зданий школы-сада, но это нисколько не скажется на образовательном процессе. Сегодня на реализацию инициативы брошены все силы. Поддержку оказывают и представители вертикали власти. Совместно с городом создается проект. У нас и вот в настоящее время нам выделили кредит по линии отдела предпринимательства области полкома для организации дополнительных мест. Конечно, эти места будут немножко отличаться от тех, которые у нас здесь в задворцах. В связи с тем, что будет отсутствовать полный комплект Монте-Сори материала, будут применяться только элементы Монте-Сори материала. Но, конечно, индивидуальный подход к обучению ребенка, к развитию его будет все равно сохраняться. Мы планируем до 15 деток в одной группе. В группах новых, которые будут создаваться на улице Ленинградской, на Ясеневой. И при возможности, если будет найдена аренда, будем стараться приблизиться к пульке. Будет заинтересованность тех людей, которые хотят открыть частный садик. Ну и, конечно же, второе – это необходимо, чтобы была и поддержка со стороны государства тех людей, которые берутся за это ответственное дело. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущенко, Луговкин. Специально для итоговой программы. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. С таким девизом по жизни многие годы шла заслуженный учитель Белоруссии Брещанка Любовь Лаврентьевна Перова. Женщина, за плечами которой без малого 50-летний педагогический стаж – героиня нашего следующего сюжета. На днях Любовь Лаврентьевна отпраздновала свое 90-летие в стенах родной третьей школы. А поздравить заслуженного учителя Белоруссии собрались представители местной вертикали власти, ее многочисленные ученики, коллеги и друзья. Тему продолжит София Бережная. В этот день, ровно как и много лет назад, когда Любовь Лаврентьевна Перова впервые переступила порог третьей школы, ее одолевает приятное волнение. Сегодня по коридорам бегают уже совсем другие ребята, однако атмосфера уюта и тепла для нее по-прежнему ощутима. Как говорится, дома и стены греют. С этим местом заслуженного педагога связывает очень многое. В послевоенное непростое время, сразу же после окончания института, молодой специалист попала в среднюю школу. За годы педагогического труда выпустила из-под своего крыла несколько поколений учеников. Будучи в должности завуча, принимала активное участие в общественной жизни учебного заведения. В день юбилея заслуженного учителя Белоруссии Любовь Лаврентьевна Перовой собрались те, для кого женщина не просто педагог, а мудрый наставник по жизни. Она учитель с большой буквы. На ее уроках всегда царила атмосфера добродушия, такая рабочая атмосфера. Всегда она умела заинтересовать ученика, никогда не повышала голос на своих учеников, достаточно было взгляда. Став учителем спустя много лет, понимаю, что таким одухотворенным учителем нужно просто родиться. Не всегда получается именно такую атмосферу создать на уроке. Ну, наверное, еще мало опыта. Без малого полвека Любовь Лаврентьевна Перова передавала свой опыт школьникам. Добротой и умением подходить к делу творчески завоевала любовь и преданность у учеников. Профессионализм педагога доказывает успехи ее выпускников. Многие из подопечных поступили в самые престижные вузы тогда большой страны СССР. В этот день ученики пришли поздравить своего любимого учителя с юбилеем. Слова благодарности Любови Лаврентьевны были переданы и с помощью видеопосланий. Учитель должен выбрать профессию по душе. Это самое первое, Астасия. Затем учитель должен быть очень эрудированным, образованным, знать свой предмет досконально, так, чтобы дети верили в знания своего учителя, иначе они не пойдут, они заметят это. В-третьих, учитель должен объективно оценивать знания своих учеников, потому что если дети замечают фальшь, они перестают верить учителю. Они должны верить и идти за ним. Более того, учитель должен знать душу своего ученика, знать, когда ему помочь. Если он нуждается материально даже, иногда можно и помочь и материально. За труд и преданность работе Любовь Лаврентьевна Перова была награждена значком «Отличника просвещения». Профессиональные успехи нашей героини многократно отмечались грамотами и медалями. А самой высокой оценкой ее деятельности стало присвоение ей почетного звания заслуженного учителя Беларуси. Миссия учителя высокая и благородная. Пример Любови Лаврентьевны не оставляет в этом никаких сомнений. Мы празднуем юбилей великого человека, великого педагога Любови Лаврентьевны Перовой. Мне, счастье, довелось отработать ряды с ней в свое время, 7 лет. И я каждый день, каждый день, когда видела, я чему-то учился. Я учился ее доброте, я учился, ну, как нужно относиться к нему. Даже элементарные вещи, которые она делала, это были как бы уроки. Совместно решали все абсолютно вопросы. Вместе и разные конкурсы, мероприятия, спортивные мероприятия, всюду-всюду вместе. И вместе ушли на пенсию в 95-м году. Вместе продолжаем до сего времени общаться по всем абсолютным вопросам. Поэтому у нас дружба такая, не только чисто производственная, душевная, теплая, внимание друг к другу всегда оказываем. Не зря говорят учителя-родители наших знаний. Педагоги, подарившие нам этот ценнейший клад, открывшие дверь в страну нового и неизведанного, навсегда остаются в памяти. Добрые воспоминания о школьных годах, проведенных рядом с мудрым наставником и добрым товарищем, любовью Лаврентияной Перовой, будут всегда сопровождать ее благодарных учеников. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 8 ноября погоду на Брещене в основном будет формировать активный циклон, смещающийся с Балтики на Беларусь. Ожидается неустойчивая погода. День будет отмечен дождями и сильным порывистым ветром западного направления. Температура воздуха ночью 3-5 градусов, днем заметно потеплеет. Воздух прогреется до 14 градусов. 9 ноября ночью и утром сохранится влияние циклона, перемещающегося на Донецкую область. Днем ожидается поступление влажных воздушных масс Западной Европы. В течение дня пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. Ночью в отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 6-9 градусов со знаком «плюс».